Россию пощадите, господа. Она чиста, святая, невиновна. На трезвости богаче станем мы, а русский люд сильней в сто крат духовно. Эти строки о деятельности Михаила Дмитриевича Челышова. Музей истории города Самары по праву носит его имя. Ведь он апостол трезвости и настоящий исторический пример в борьбе за сохранение нравственных ценностей и здорового образа жизни. Михаил Челышов был депутатом Третьей Государственной Думы Российской империи. Это по его предложению был принят сухой закон, который стал действенным средством борьбы с большим злом России. Главная тема – это все-таки борьба с алкоголем, со спрутом, с алкогольным, с алкогольной мафией, я бы сказал. И на этой пути у него было много трудностей, терней. Тем не менее, все, что он запланировал, как-то так сложилось, что в жизни все случилось. Тот сухой закон, который он предлагал, он состоялся и был успешен. Борьба с алкоголем была главной, но не единственной сферой его действий. Палитра его интересов была широка. Это и монополия на торговлю хлебом, и строительство железных дорог, и открытие первого техникума в Самаре. Достойным продолжателем дела своего великого предка является его внук Михаил Кабатченко. Президент международного движения, педагоги за мир и взаимопонимание, посол мира в ФМ и сотрудник ЮНЕСКО. О своем великом дедушке вспоминает с гордостью. Я бесконечно благодарен маме за то, что она мне так много рассказывала про своего отца, про моего деда Михаила Дмитриевича Лышева. Михаил Дмитриевич был явлением, потому что он в 2014 году добился введения в России сухого закона. И в России прошла первая трезвая мобилизация. И результат был явным, видимым и всем заметным. В Музее истории города Самары на торжественном приеме Михаил Кабатченко награждал орденами Челышева самарцев за деятельное участие в становлении трезвого образа жизни. А сам Михаил Владимирович стал почетным гостем на совещании Самарской городской думы. Галина Андрианова отметила его роль в сохранении памяти о знаковой фигуре для нашего города. И вспомнила об указах Челышева, которые действуют и по сей день. Небывалым для того времени стал специальный указ, разрешающий журналистам присутствовать на всех заседаниях. И сегодня у нас тоже с вами есть средства массовой информации здесь. Так что все те начинания, которые начал Михаил Дмитриевич, они, конечно же, актуальны и для нас сегодня. Празднование юбилея Михаила Дмитриевича закончится в воскресенье народными гуляниями в Струковском парке. Организаторы гостей ждут с 11 часов и предложат им театральные представления, угощения и подарки. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События. Это то, что нас ставил.